итак здравствуйте 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 с вами анатольевна на своем канале сегодня хочу сделать обзор по совету зрителей по вещам из оргстекла вот собрались у меня уже достаточно такое количество за очень маленький период и я решила сделать обзорчик конечно еще не все все не вмещается кадр постепенно покажу такая загадка сюрприз сегодня буквально бежала по делам зашла магазин старых вещей которые находятся у меня в доме и вдруг мне показали вещь который тоже есть только стекло я хотела взять эту вещь для того чтобы показать ее в обзоре но стала собственником мы сошлись в цене петли пакет достаточно большой вот моя рука я хочу загадать такую загадку интересно мне знать кто к концу обзора отгадает что в этом пакете и конечно я потом покажу эта вещь для хозяйства то есть это не сувенир это не вещь для носки на себе это именно такая хозяйственная вещь которая используется обиходе но скорее всего больше на кухне и вот мне интересно кто отгадает что в этом пакете начну я с крупных вещей конечно которые вот есть потому что их как бы на столе показывать неинтересно значит это вот такие тюльпаны вот листья немножко как бы желтоватые я искала информацию как эти вещи вообще как бы делались да и где-то на каком-то форуме где мужчины обсуждали ножи я прочитала такое что вот это вырезалась фрезой у кого какие там инструменты были заполнялась краской для авторучки какие же были чернила авторучках синие возможно красные черные возможно их как-то чем-то разбавляли может быть совмещали чтобы получить какие-то цвета но по-моему выбор был не особо большой поэтому эти вещи как правило идут вот особенно в браслетах видно да красненькая зелененькая розовенькая беленькая так вот это вот сувенир такой я так понимаю что такие сувениры очень часто они делались для поздравления на 8 марта женщинам интернете таких вещей подписанных очень много по видам они были дешевые это но вот этот мне повезло он не подписан очень красивая конечно у меня вот это вас вот ваза просто шикардос там лежит батарейка я думаю что нужно были какие-то мастерские может быть даже оборудована почему мы в советское время не обращали на такие вещи внимание потому что наверное они были дешевые как правило это считалось ручная работает не ценилась ручная работать и все мамы бабушки и папы все умели делать сами ну вот прям все 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 и очень много всего женщины особенно вязать шить ткать все что угодно поэтому наверное а сейчас это все уже как бы ушло и вдруг стало ценно но мне очень нравится конечно вот такие тюльпаны пусть бы это были мать что-то не такие тюльпаны еще есть да оргс цикла очень аккуратно тоже сделаны мастер какой-то отделу такой есть большой сувенир красивый для того чтобы в уголочке стоять он у меня и стоит в зале в уголочке привлекает внимание тех кто приходит не обязательно поворачивать с обратной стороны вот так сделано я очень была рада но вот это из тех скажем крупных вещей забыла я совершенно что у меня еще есть вот такое панно теперь я уже обращаю внимание на то что такие помоги есть его тоже заметьте краски такие однотипные красное зеленое зеленое что-то видится перемешку мне кажется это не сделано так что светлее темнее это скорее всего от времени уже эта красочка где-то там вытекла к очень симпатично интересно там от проделаны такие какие-то отверстия в этом стекле не знаю технологию еще вот такая подставочка у меня есть и вот совсем недавно к этой подставочке я нашла цветы и очень обрадовалась что я смогу собрать еще один букет вот такие пришли цветы даже по цвету они бы к этой подставке очень подошли но на фотографии они были очень яркие такие симпатичные а пришли они конечно вот в таком состоянии ну что сделать как говорится это уже история вот симпатичные такие как бы сами по себе по форме бутончики листья такие большие заметьте все прям совершенно разные эти букеты мне конечно вот прям сюда бы это все подошло видите по цвету такой желтоватая подставка такая большая которую я бы подточила эти ножички и конечно это подставка этот букет бы держала потому что вот она такая громоздкая и скажем мне кажется ну посмотрим разберусь что будет дальше все равно соберу этот букет посоветуюсь сможем что с этим делать потом покажу так из тех вещей уж поменьше вот такая расческа у меня есть интересно сделано вот мне кажется на этой ручке там это как похоже как фольга тем это затонировано общем делали умельцы да вот так здесь несколько цветов но тоже под красный зеленый и еще какой-то немножко желтоватый белый всего 4 все разные вот этот очень массивный сделан такой более кустарно немножко и такой очень объемный очень такая толщина здесь прям самого браслета толсто толсто и все вот эти браслеты они маленького размера на свою руку я браслет подобрать не могу я понимаю что это браслеты как бы для часов но какие что-то это должны быть часы здесь в этом браслеты даже вот веточки из зеленых цветочков и тоже под смотрите цвета красно-зеленый белый и какой-то желтоватый старенький браслет какая-то гравировочка еще есть такой вот браслет браслет по моему купила самый первый случайно на него нарвалась видите здесь совсем другая толщина мне кажется эти детали но вот которых побольше и помельче эти цветы как бы более больше затрачено сил этот совсем вычищен аккуратный такой но тоже они все вот как-то маленького размера видите так вот этот браслет не продал мой знакомый который когда-то коробочку с бусами мне тоже подкинул здесь он так вот как-то по-другому еще и закрывается здесь даже какая-то вот как пружинка видно да у них здесь у всех работают вот эти части не все такие сделаны то есть цепляется по видимо часы но немножко по-разному сделаны эти механизмы все так а вот и вот такой еще браслет из оргстекла вот так к наборными делались ножи ручки вот здесь похоже на ладонь или медь не знаю но вот этот очень аккуратный такой я бы его носила то есть он такой более уже сделан совсем прям профессионалом каким-то с гравировочкой все то браслеты были расчесочка тут у меня еще значит вот такая брошь мне кажется это уже как бы совсем старенькая брошь медицы и краска здесь одна наверное все таки это были какие-то чернила и под эту брошечку я тут совсем недавно клончик вот такой нашла но кольцо вряд ли найду кстати вот вспомнила про кольца сейчас полезу доставать нашла кольца кстати похоже кулончик а белый цветочек вот такие брелочки как бы все разные вот это что-то более такой осовременной мне кажется по новей выглядит вот эти такие и этот интересный эти похожие очень а эти вот мне кажется как бы более уже позже времени так запонки ну вот это в наличии все что у меня есть они парные и здесь вот такая еще была деталь вот не знаю мне понравилось это уже как бы не вырезано это нарисовано и так понимаю и вот два кольца у меня есть я читала кстати где-то в интернете информацию как мальчишки делали из оргстекла девочкам колечки дарили там по моему какие-то кулончики в этом видно там что а вот это непрозрачное кольцо не знаю современное несовременное но это кольцевое оргстекло где-то сборном лоте мне попалась еще вот такая деталь я думаю что это тоже оргстекло но она нигде не применилась похоже во всяком случае не шлифованная ничего какая-то заготовочка такая видите такая вот небольшая коллекция вот такие бусы я вот как бы тоже думала возможно эти бусы из оргстекла проверить я не знаю потому что они все таки вот видите здесь есть швы и поэтому скорее всего это пластик это я уже давно покупал такие бусы проверять их на бакелит бесполезно потому что здесь все таки есть швы как оказалось вот они видны эти швы то есть это не бакелит вот эти бусы кстати по тяжести на оргстекло и похоже видите во первых они тяжелые и очень похожи вот по обработке на эти вещи а может я ошибаюсь но вот почему-то у меня такое такая ассоциация что эти бусы нет не пластик здесь нет швов они будут вытащены и это не бакелит конечно ну вот такой у меня был обзор собираются это медленно во первых на стол вообще как-то мало совсем на наших сайтах и кстати цены вдруг растут оказывается что за оргстеклом охотится очень большое количество людей да вот потому что эта история ну конечно круче всего фаворитом сегодняшнего обзора является вот эта вещь в этом пакете который я вам показывала находился вот такой инструмент который меня просто убил наповал сегодня это закаточная машинка то есть мы тут мучаемся с этими закатками делаем переделываем ремонтируем эти ключи а кто-то создал такой инструмент который до сих пор работает как мне сказали и мы договорились так что я закатаю банку и если она не закатается мне вернут деньги здесь подшипник стоит надо почистить вещь такая достаточно тяжелая видно что она старенькая вот это карболит самодельная вот те розочки еще такие да смотрите все крутится все работает я конечно в шоке того что это делалось смотрите столько цветов использовано разных ну вот интересно мне кто из вас догадался что в этом пакете потому что я не предполагала что вообще существует такое дорогие мои зрители наверное обзоры по квинтажа распаковки посылок на время прекратятся потому что завтра я уже еду на дачу открываю плотно сезон у нас очень тепло у меня такой большой декоративный сад помимо огорода рощу с 2012 года конкретно так коллекция хост коллекция пионов декоративных кустарников свое время я пыталась там даже какой-то ландшафт сделать работы очень много и завтра я еду уже проверять как перезимовали мои коллекции и и наверное мои обзоры будут уже о моих любимых растениях о моем любимом сайте и чем мы там занимаемся посмотрим как я справлюсь потому что еще я и работаю до скорой встречи всего вам хорошего и пока